Всем привет! Так как у нас начался сезон, все выезжают на природу, то есть лето, дача, шашлыки, кемпинг, рыбалка, охота. Сегодня я вам решил показать два вот таких устройства от компании Nightcore. Это фумигаторы, работающие с пластинками, ну, по аналогии с обычными фумигаторами, которые вы можете использовать дома. Сегодня я вам хочу показать, что они из себя представляют. Я специально взял два устройства на контрасте, то есть самое продвинутое из их линейки и самое простое. Которые без встроенного аккумулятора, это EMR05 и EMR10. Специально хотел показать вам различия данных устройств, самого простого и самого компактного, и самого продвинутого в их линейке, чтобы вы могли из себя сделать выводы, какое из этих устройств более для вас интересно, чем они отличаются. Специально я делал обзор зимой, хотя они мне очень-очень давно. Я знаю, что есть несколько видео, но там народ даже не распечатывает эти репелленты. Ну, обзор просто из коробки, мне кажется, таких штук не очень интересен. Здесь сходил несколько вылазок, чтобы иметь представление, как раз дождался сезона комаров, сейчас их уже очень много. Пошел в максимальное комаренное место, это берег реки в дождливую погоду, в пасмурную. И потестировал вот эти два устройства специально, чтобы вам показать, рассказать. Будут вставочки специально, чтобы наглядно все это было видно. Надеюсь, данный обзор будет вам полезен, потому что сезон в разгаре, комаров и прочих кровососущих гадов уже очень-очень много. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько сейчас комаров около гамака? Поменяю пластиночку, запущу вот эту штуку и посмотрим, как она будет отрабатывать. Так, комаров уже очень много, давайте попробуем. Вот он заблокирован. Кстати, блокировать я вам крайне рекомендую, потому что пока я ехал, он у меня включился в рюкзаке. Хорошо я это заметил, не очень. Поздно он начал сильно нагреваться, поэтому блокируйте всегда. Давайте заправим новую пластинку оригинальную, чтобы честный тест был, как всегда, и оторвал неправильно. Вот оригинальная пластиночка, она больше в два раза, чем обычная, которую мы с вами привыкли видеть всегда. Вот здесь специально для примеров вставил две обычных. И для замены нужно взять пластинку и аккуратно выдавливать старую пластиночку. Вот. Эти утилизируем. Она здесь с прижимами, видите, там прижимы видно. Никуда не денется. Так, нужно разблокировать теперь. Два раза быстро нажали, вот у меня 82% у аккумуляторов. И теперь здесь вот две кнопочки есть. Первая кнопочка – это ультразвук включает. Вторая кнопочка – это нагреватель как раз для пластины с репеллентом. Нажимаем. Вот он отключился. Видно, что осталось 9 часов. Мерцает он только на камеру, глазом это не видно. Но это всегда так, с такими дисплеями. Вот, видите, здесь есть индикатор в помещении, indoor. Если нажмем, еще раз будет outdoor. 4 часа. Да, то есть он два раза больше нагревает эту пластинку и два раза больше испарения этого репеллента происходит. Включили outdoor. Мы сейчас на улице находимся. Оставлю около гамака. Сейчас посмотрим, как это повлияет на комаров. Заявлено, что он начинает работать где-то минут через 10, как раз когда подогреется репеллент. Здесь есть специальный кожух, чтобы вы не обожглись. И клипсы, чтобы подвесить на какое-то снаряжение. Работает только фумигатор, и комаров, на удивление, нет. То есть вон там они за велосипедом есть, за тантом. А здесь вот. Без проблем любые аккумуляторы хавать, можно таскать просто запасные. Я с собой не взял. Попробую запитать от паэрбанка, чтобы мне потом еще на вечер и на утро хватило. Так, я его немножко подзарядил от паэрбанка. Ну, показывает 3 часа. Мне как бы 3 часа не нужно, я его выключу, потому что я буду спать с сеткой москитной. Я ставлю только... Это давайте выключим. А включим только ультразвук. На 6 часов его хватит. Думаю, мне достаточно будет, чтобы поспать. Ушами я его не слышу. Кстати, смотрите, видите, как побелела пластинка. Вот видно, что в центре она еще синенькая. То есть видно, как она испаряется. Когда она станет целиком белой, видимо, придется ее менять. Так что всем спокойной ночи. Буду ложиться спать. Вот комаров просто жесть. Сейчас я его опять включу. Там осталось еще на пару часов заряда. Потому что на ночь я оставлял только работу ультразвуков. Потому что у меня москитка была. Ну, кстати, ультразвук пока работал, комаров тоже не было. Сейчас попробую включить. Давайте прям при вас. Кстати, он почти не ждет батарейку. Хоть я показывал там несколько часов, но проработал всю ночь и не сел. Еще 5 часов показывает. Хотя он вчера показывал всего 6 часов. И работал всю ночь. Странная индикация. Сейчас посмотрим, что с комарами будет. Кстати, прикиньте. Сейчас те убежали, ребята. Как он на них влияет, тоже напишите, если знаете в комментариях. Но... Есть пара штук осталось. Надеюсь, их было прям совсем много. Но пытаются он куда-то деться. Или не пытаются. Ну, ладно. Я, в общем-то, особо не рассчитывал на работу ультразвука против комаров. Не знаю, насколько это научно доказано. Давайте включим остатки пластины дожгем. Все, вот аудор включил. Ну, минут через 10 такой будет работать. Но я вам покажу как раз через 10 минут, что тут будет. Вот он работает минут 5-7. И комаров уже нет. Хотя их до этого было здесь просто море. Напомню, что я стою в 20 метрах от реки. Сегодня дождливое, пасмурное утро. Ни солнышка, ничего нет. Самое оно для комаров. Ну, увидели. То есть, я как только вылез, у меня покусали. У меня даже весь лоб искусан. Пока эта штука не работала. Так что, вроде работает. Вот видно, что комаров нет. Хотя, если выключить, честно, наверняка они опять налетят. Давайте я для примера, например, отойду куда-нибудь из-под тента, где эта штука не добивает. Ну, здесь жесть около реки. Так что, штука рабочая, особенно в штиль. Либо в какой-то палатке, как я уже говорил. Когда подветрена, она не очень хорошо работает. Потому что все это сдувает в сторону. И до комаров это не долетает. Они где-то с подветренной стороны начинают к вам приставать. Ну, в общем, находиться невозможно. Просто на одном месте приходится постоянно ходить. Вот. Ну, как-то так вот. Заметьте, что здесь довольно-таки ветреная сейчас погода. Ну, видите, вот тент колышится. Поэтому такие средства не очень все-таки эффективны именно на улице. Хоть у меня есть режим Outdoor, но это скорее для какой-то веранды, шатра, палатки внутри. То есть его нужно включать внутри палатки, шатра. Тогда он будет работать намного лучше. Потому что сейчас, ну, это на самом деле все это сдувает. И это работает не так эффективно. Обычно такие штуки использую внутри Соболи. Ну, обычно дверь открыта весь день. Туда налетает куча мошки комаров. Перед сном я просто запускаю фумигатор. У меня до этого были разные. Я вам покажу, чем я пользовался. Вот. Запускаешь, и внутри машины как бы спать комфортно, даже с открытыми окнами. Либо в палатке, либо в тенте, в шатре тоже, чтобы не сжечь вот эти спиральки. Потому что они все-таки не очень удобные. Мне не очень нравится, как работают. Я обычно запускал именно фумигатор, немножко другие. Сейчас вот буду пользоваться этим, потому что он поудобнее. Здесь большая пластинка. Она, по идее, должна лучше справляться. Потому что здесь испарение побольше вот этого репеллента. Все-таки на ветру я считаю, это не очень корректно. Такие штуки использовать. Потому что все это дело сносит, комары обратно залетают сюда. Поэтому это аутдор режим скорее нужно использовать для палаток, каких-то маленьких беседок. Там, где ветром не будет вносить вот этот запах репеллента. Не надо думать, что вы просто включили ее, повесили на рюкзак, идете, и у вас вообще комары не будут трогать. Нет. Комарам же тоже нужно эту штуку учуять, чтобы понять, что сюда лететь не нужно. Если это все ветром сдувается, естественно, они ничего не почувствуют. Поэтому на больших открытых пространствах я бы все-таки либо в полный штиль ее использовать. Прям вообще в полный. Либо где-то в своей маленькой палаточке, засидке, где-то вот там. Такие штуки. Ну, я думаю, вы и так все прекрасно понимаете. Давайте, наверное, начнем с того, для чего вообще такие штуки нужны для активного, например, отдыха, либо для дома, дачи, либо чего-то еще. Очень часто, когда я езжу в кемпинг, либо просто хожу куда-то с палаткой, езжу с семьей, я раньше пользовался, ну, буду показывать. То есть часто не реклама, просто для примера, что в машине лежало, показываю. Либо вот такие спиральки, если на улице, естественно, куча всяких разных репеллентов. Больших, маленьких, детских, на одежду, либо на кожу, они тоже разные. Даже вот такие большие баллоны использовал, которыми обрабатывается именно поверхность. Это не для человека, это именно обрабатывать большие площади. Ну, там, вокруг беседки попрыскать, вокруг палатки. Но это все занимает место, это все довольно-таки быстро уветривается. Также использовал в последние несколько лет вот подобные штуки. То есть это совсем дешевый фумигатор USB. Мне в нем не устраивало только то, что в целом-то рабочая. Только что она очень плохо сделана, очень низкого качества. И довольно-таки стремно оставлять ее рабочим от паэрбанка в той же самой палатке, в шатре. Либо, если спишь в машине с открытыми окнами, чтобы не запариться. Спиральки всякие не позажигаешь. Есть, конечно, еще свечи, можно зажечь, но, опять же, это огонь. Поэтому я в последние несколько лет использовал именно электронные средства испарения реперента, скажем так, как фумигаторы домашние. Но 220 у вас там нет, поэтому изначально я пользовался вот подобными, по-моему, Xiaomi. Но у них проблема в том, что очень дорогие вот эти пластины, которые стоят дороже, чем само устройство. Там раньше они стоили больше 1000 рублей, сейчас не знаю, сколько стоят. И заявлено, что их хватает чуть ли не на 3 месяца. По факту там, даже если в пакет убирать, она очень быстро уветривается. И, ну, буквально, может, первые пару выездов, пару недель работают нормально, потом все. Проблема вот этих в том, что они сделаны не очень качественно, не такие производительные, как вот те, что мы сегодня посмотрим. И в том, что их стремно оставлять все-таки на ночь, потому что сделаны они тяп-ляп. Да, они дешевые, но стремновато оставлять такое устройство, которое нагревается, может что-то замкнуть. Если фаербанк без какой-то защиты, ну, приятного мало, скажем так. Так, в целом, штука рабочая, но просто в качестве изготовления так себе. И поэтому я очень давно слежу вот за подобной вещью. Это вышло у них совсем недавно. Вот это показывали уже несколько лет назад. На выставках были промо-ролики. Я вот за этой штукой очень давно слежу, потому что хотелось качественный фумигатор, который будет работать и не напрягать. Есть еще газовый фумигатор подобного плана ThermoSell. Выглядит примерно так же, как вот эта штука. В нее вставляется газовый картридж, и он горит. Тем самым нагревает также пластину с репеллентом, который здесь находится, и разгоняет комаров. ThermoSell я себе не покупал, потому что, во-первых, там все-таки идет горение. Я понимаю, что это качественная, дорогая вещь тоже. Но у нее очень дорогие картриджи сменные газовые. У нее тоже довольно-таки дорогие пластинки, которые вставляются в само вот это устройство. Ну и плюс там, конечно, тоже элемент горения. Есть выхлоп, потому что гореть без выхлопа газ все-таки не может. Да, его там мало, но все же есть в маленькой палатке, я бы это использовать точно не стал. Я знаю, что у ThermoSell можно купить специальные многоразовые картриджи. Там народ сам переделывает, что-то колхозит. Опять же, это все в ущерб вашей безопасности, потому что непонятно, как это все себя поведет. Не хотелось бы там загореться в машине, в палатке. Возможно, я, конечно, немножко преувеличиваю, но тем не менее. Если устройство работает на газу, лучше в нем, мне кажется, все-таки не лезть, ничего там не придумывать. Здесь же стоят аккумуляторы, но чуть позже я вам все покажу. А там, если картридж у вас не до конца кончился, у вас, получается, остается вот этот картридж на несколько грамм этого газа. Если вы используете оригинальный, не колхоз передоправляемый, а оригинальный. То есть, получается, у вас там остался на час, грубо говоря, этого газа. Вы легли спать, и вам нужно через час проснуться, потому что у вас газовый вот этот картридж кончился, и поставить новый. Либо нужно ставить новый, а вот этот куда девать, которым остался там на часок. Ну, понятно, да? То есть, получается, у вас этих картриджей куча наберется, недоиспользованных, и вы будете, когда бодрствуете, каждый час их менять, там, каждые полчаса, чтобы газ дожечь, потому что они недешевые. А здесь аккумуляторы, недоиспользовал аккумулятор, взял, зарядил. Кончились аккумуляторы, взял их, поменял, либо подключил паербанк. Специально покажу на примере двух моделей, чтобы вы могли понять преимущества и недостатки по отношению к другим. Маленький фумигатор EMR05, он идет без аккумулятора, в комплекте у меня, к сожалению, коробочка не сохранилась. У него шел темлячок, у него есть отверстие, можно пройдет темлячок, чтобы носить кабель питания, и также три вот таких пластина с репеллентом. Три штучки было в комплекте, просто я их уже использовал, другие уже пошли в ход. Для того, чтобы он работал, вам нужен просто любой паербанк, абсолютно любой. От этого паербанка на 10 000 НБ, 10 000 мАч, заявлено 15 часов, то есть на ночь вам точно хватит, а то не на одну. Также в комплекте идет специальное крепление на моли-стропы, либо просто можно веревочками подвязать. Сейчас тоже будет картинка, как все это выглядит, то есть удобно и горизонтально, и вертикально расположить. Очень удобно размещается на снаряжении, у них есть специальное крепление для моли-строп, можно на лямку, ну и чтобы перед лицом не болталось, я его сбоку повесил, и проводок в рюкзак куда-то проводишь к паербанку, и без проблем прицепляешь вот сюда вот. Вот так вот, все это держится. Включаете, все это работает. Аккуратненько проводок куда-нибудь продеть, можно на лямку. Внизу порт зарядки, здесь кнопка включения-выключения, надпись Nightcore, ну он целиком сделан из пластика, здесь мы с вами видим нагревательный элемент, заявлено, что он нагревается до 135 градусов. Потребляемый ток 5 вольт 2 ампера, сейчас мы все это замерим обязательно, весит он 39 грамм. Фишка данной штуки, что он может разместить его на снаряжении, на портфеле, там на лямке, либо где-то в палатке, а паербанк уже убрать в какой-то кармашек, чтобы он вам не мешался, то есть это преимущество над большим вот таким решением, тем, что он компактный и легкий. И плюс вы не привязаны к элементам питания, потому что можете хоть от USB розетки запитаться, просто дома, например, хоть от компьютера, хоть от ноутбука, там, хоть от розетки через адаптер. В этом плане, как бы, вот эта штука довольно-таки универсальна. Так, с этой все, чуть попозже про сами пластины расскажу, потому что наверняка у вас возникнут вопросы, можно ли чем-то заменить. Чуть позже об этом всем расскажу. Далее, EMR-10, это самый продвинутый фамигатор у Nightcore, он работает на двух аккумуляторах 21700, сейчас вам покажу, любых. То есть здесь фирменные аккумуляторы не нужны. Он продается в двух комплектациях, либо с аккумуляторами в комплекте по 5000 мАч, либо без. У меня это комплектация с двумя аккумуляторами. В чем, кстати, отличие в данной модели от других, потому что между вот этой и вот этой моделькой есть еще. Есть похожие, чуть побольше, сейчас картиночки буду вставлять со встроенным аккумулятором. Есть еще больше, похожие вот на это устройство, только без дисплея и без излучателей ультразвуковых. Тоже со встроенным аккумулятором. И есть со съемными аккумуляторами, как раз. То есть если у вас уже есть какие-то аккумуляторы, можно купить версию без них. И сюда подходят абсолютно любые. То есть довольно-таки мощные контакты здесь сделаны. Это сделано неспроста, потому что данное устройство может работать и как паэрбанк. Вставляем два аккумулятора. Кстати, забыл сказать, что он еще работает с одним аккумулятором, неважно в какой порт он вставлен. Это важное замечание. Вот он работает, просто меньше времени работы. То есть если у вас один аккумулятор остался, не отчаивайтесь, он работает и на одном. Можно вставить либо в одну, либо в другую гнезду. Закрываем крышку. Здесь внизу защелка. Вот здесь показывает на дисплее, сколько осталось. Вот это все прорезинено. Есть защитный кожух, который снимается, чтобы вы не обожглись, либо случайно не разбить. И давайте по комплектациям. Он в такой коробочке приходит, на котором указаны основные органы управления. Ну вот также основные характеристики. То есть у него есть возможность работы как паербанк еще. То есть здесь в устройстве у нас фумигатор. Есть ультразвук двухдиапазонный на 25 и на 40 кГц. Есть функция как зарядки самого устройства. То есть вот этих двух аккумуляторов можно использовать просто как зарядку. Также можно в обратку использовать его как паербанк. Но для этого нужен будет еще отдельный провод USB-C. И на ваше устройство. Потому что в комплекте здесь идет USB-A, USB-C. Для зарядки именно самого устройства. Также здесь идет 10 пластин для фумигатора. По характеристикам данного устройства он может сам заряжаться быстрой зарядкой. 18 Ватт максимально. Также может отдавать 18 Ватт через вот этот порт. Здесь есть заглушечка USB-C. Понятно, что поддерживает зарядку в обе стороны. Аккумуляторы у нас 10 мАч. Я вам только что их показал. Нагревается репеллент у нас до 140 градусов. Здесь два режима. Есть indoor, есть outdoor. То есть для помещения, либо для открытого воздуха. Также есть функция ультразвука двухдиапазонного. Два излучателя. Вот один, вот второй. Один из них 25 кГц, другой 40. То есть здесь с ультразвуком все нормально. Говорю сразу. На животных точно эта штука действует. Потому что действительно отпугивает и собак, и кошек. Показывать я им это не буду. Поверьте на слово. Животные чувствуют панику, начинают убегать. Опять же, когда ходил с ночевкой, специально всю ночь оставлял ультразвук. Работает ли это на комаров или нет, тут уж я точно не подскажу. Животных отпугивает. Поэтому, когда я ездил с ночевкой, я специально оставлял на ночь ультразвук, чтобы меня не беспокоили ни ежики, копошащиеся вокруг. Чтобы меня не беспокоили лиса, которая начинает копошиться, искать какую-то еду. Потому что это часто бывает. То есть лисы, ежики, это самое распространенное. По крайней мере, что со мной приключается. Пока я его использовал, ко мне никто не подходил. Хотя функция отпугивания животных здесь не заявлена. Но я ее так использовал. То есть я считаю, что если вас напрягает, когда вы спите в палатке, например, что кто-то шебуршится вокруг, можно попробовать использовать подобные вещи с ультразвуком. Весит данное устройство 135 грамм без аккумуляторов и нагревает пластины до 140 градусов. Ну а теперь давайте перейдем к управлению и как они работают. Перед тем, как включать, вам нужно вставить сюда пластину с репеллентом. Не надо пытаться предыдущую пластину выковырить. Сейчас я просто сразу покажу, как это делать, чтобы не повредить устройство. То есть если у вас кончилась пластина, я здесь специально оставил использованную пластину. Ну как, она поработала где-то часов 6-7. Заявлено до 12 часов. Но она, видите, становится более белая. То есть они изначально темно-синие. Здесь видно, да, отличается. Вот эта поработала меньше. И вы просто новой пластиной отодвигаете и меняете ее на новую. Не надо ничем сюда острым лезть, потому что вы можете испортить нагревательный элемент. Вот он здесь находится. Здесь он большой, здесь он чуть поменьше. Здесь просто мощность намного выше. И не надо ничем царапать, как бы той же пластиной. Либо чем-то пластмассовым, чем-то мягким. Для начала вам нужно, получается, вставить пластину сюда и сюда. Они прижимаются. Вот здесь вот видно проволочками. А здесь прижим происходит с самим пластиковым корпусом. Так, включаем паэрбанк. У 0.5 модельки все предельно просто. Одна кнопка. Зажимаем и включаем. Она светится. Разогревается и начинает работать он примерно через 10 минут. Давайте вам покажу, сколько потребляет данное устройство. Включаем. Фомигатор начал работать. Заявлено 5 вольт до 2 ампер. Давайте оставим, пусть нагревается. Он постепенно будет это делать. Теперь про EMR10. Здесь уже все посерьезнее. Есть дисплей, на котором указывается информация необходимая. И также две кнопки. Одна отвечает за ультразвук. Здесь нарисованы такие расходящиеся волны. И вторая за нагревательную пластину. Они могут работать как вместе, так и по отдельности. Также есть блокировка, которую я вам крайне рекомендую использовать. У меня он один раз уже включился в рюкзаке, когда я забыл заблокировать данное устройство. И хорошо я это заметил вовремя и ничего не испортил. Из вещей блокируется он именно кнопкой нагревательного элемента. То есть этой кнопочкой вы его не разблокируете. Нужно вот это нажать. Два раза быстро. Так, вот мы разблокировали. Когда прибор выключен, при нажатии на кнопку у вас будет загораться индикация остаточного уровня заряда. Чтобы включить, нужно зажать и удержать одну из этих кнопок. Либо по очереди включить обе. Давайте начнем с нагревательного элемента. Вот, включили. Видите, здесь показывается, сколько осталось времени. 11 часов. Заявлено максимальное время работы 12 часов на полностью заряженных аккумуляторах. И в режиме в помещении. Вот, indoor написано. То есть, indoor, он просто греет чуть меньше вот эту пластинку. Поэтому репеллента хватает надольше и батареи хватает надольше. Чтобы перевести в режим outdoor, нужно еще раз нажать на кнопочку. Вот, получается 5 часов. То есть, два раза меньше. Режим outdoor. Также, когда он работает, видите, подсвечивается сама кнопка. Зелененький. Можно включить совместно с нагревательным элементом еще и ультразвук. Зажимаем, держим. Вот, ультразвук. Видите, пиктограмма загорелась. Я не знаю, будет ли это слышно на камеру. Ловит ли это микрофон. Если я поднесу к уху, я слышу небольшой писк. Вот с такого расстояния я уже не слышу ничего. То есть, с вытянутой руки я ничего не слышу. Животные реально начинают беситься очень сильно. Я выключу, потому что коты сходят с ума. Можно отдельно включить ультразвук без фумигатора. Здесь также показывается остаточное время работы. Ультразвук потребляет меньше, чем на самом деле показывается остаточное время. Не знаю, с чем это связано. Но, как говорится, чем на дольше хватит, тем нам лучше. Правильно? Поэтому это наоборот плюс. Теперь давайте покажу, как работает данное устройство функцией паербанка. Потому что он может работать как... Телефон подключу. Вот, видите, он показывает выходную мощность. Сейчас он будет набирать постепенно. Аут и ватты. Ну, например, телефон сейчас потребляет 15 ватт. Максимально он может отдавать 18 ватт. При этом одновременно зарядка телефона, либо любого другого гаджета, можно включить функции самого фумигатора. Вот, например, я включил ультразвук. И будут немножко падать, конечно, значения ватт. Ультразвук не так много кушает. Вот я включил еще и сам фумигатор. Причем режим уличный. Вот видно. Вот у нас работает паербанк, уличный режим и ультразвук. Видите, упало до 9 ватт. То есть он будет ронять выходной ток мощной зарядки, чтобы обеспечить работу самого фумигатора. То есть, ну, одновременно может работать все. Паербанк, нагревание элемента и также ультразвук. Можно подключить во время работы. Вот видите, сейчас работает ультразвук. Я его не слышу. Надеюсь, на камеру писка не будет заметна. Так, вот видите, зарядка пошла. 77% и заряжается. Видите, говорит, иначе у нас зарядочка пошла. Работает на максимальной мощности фумигатор. Также ультразвук. И идет зарядка 5 ватт на внутренний аккумулятор. То есть можно пользоваться, подключив к прикуривателю, к паербанку. Тут уже к розетке. Ультразвук выключу, потому что сейчас у меня животные с ума сойдут. Этот уже теплый. То есть обжечь сим нереально, он просто теплый. Хоть и написано, что он разогревается до 130 до 140 градусов, но это именно сама пластина разогревается. Но в инструкции написано, что накрывать нельзя ни в коем случае. То есть если он у вас где-то в портфеле включится, это может привести к тому, что вы испортите вещи. Поэтому блокируйте всегда вот это устройство. Это просто отключайте от аккумулятора. Ну, то есть, во-первых, чтобы не сломать порт. Во-вторых, чтобы у вас случайно он не включился. Давайте вам расскажу теперь по поводу самих пластин. Просто наверняка будут вопросы. Сколько стоят пластины? Смотрите, в комплекте 10 штук большому шлок, маленькому 3. Ну, это как пробники, скажем так. И продаются вот такие наборы. Здесь 30 штук. Стоят они, по-моему, в пределах 2000 рублей. То есть примерно 66 рублей одна пластиночка стоит. Но она двойная. Я вот специально принес обычную. Потому что наверняка будут вопросы. Сейчас все померяем, как это все выглядит. Потому что мало ли у вас нет возможности купить эти. Хотя я рекомендую покупать оригинальные. Сейчас скажу почему. А у них немножко отличаются размеры. А точнее толщина. В чем же отличие? Берем обычные пластины. То есть вот эта пластинка даже чуть больше, чем в два раза. Больше, чем стандартные пластины для фумигаторов. Но давайте другие откроем. Возможно, просто те маленькие. Да, немножко площадь здесь больше. Надеюсь, сейчас хорошо видно. Давайте я замерю. Конечно, вся информация на сайте есть. Но я вам покажу. Длина вот этой пластины 48 миллиметров. Ширина 34 миллиметра. А вот эти две 44 и 35. То есть они немножко повыше на миллиметр. Но немножко при этом поуже. Но самая фишка данных пластин в том, что отличие. То есть можно использовать вот эти, если вы не можете купить фирменные. Фирменные. В том, что они толще намного. То есть толщина сторонних пластин для фумигаторов где-то 3 миллиметра. Вот этих, по крайней мере, те, которые у меня есть. А вот эти, кстати, потоньше. Эти где-то 2,5. То вот эта, она где-то 2. И в чем фишка, смотрите. То есть когда вы вставляете пластину, она прижимается. Специальные металлические прижимные скобы есть. Вот, надеюсь, видно. И если использовать сторонние эти пластины, они сюда, конечно, встают. Но заходят очень туго. Можно вставить. Вот, сейчас покажу вам. Они встали. Они будут нагреваться, будут работать. По поводу эффективности. Тут уж от бренда зависит. То есть если эти я проверял, они нормально работают. Эти работают уже в зависимости от бренда, который вы будете использовать. Я вам просто показываю, что как альтернативный вариант это имеет место быть. Хоть и не так, возможно, будет эффективно. Но самая главная проблема-то в чем? То есть по площади они сюда заходят. По толщине, видите, она очень сильно упирается, во-первых, вот сюда. И они очень сильно отжимают вот эти металлические скобы, которые держат саму пластину. Их, во-первых, достать сложно. Но это не самое плохое. В том, что если они у вас там простоят долго, вот эта пластина начинает здесь болтаться. И потом будет просто выпадать. Здесь это не так ярко выражено. Потому что здесь все-таки металлические. Она более упругие вот эти прижимные элементы. А вот в маленьком, кстати, вот потребляет он, когда разогрелся, уже очень такой горячий. Руку держать можно, но нормально. Потребляет он 0,58 А. Ну, короче, 0,6. Короче, выключим. Так что получается он у вас до 2 максимум, но по факту где-то до А он будет кушать. А когда разогреете, того меньше. Смотрите, здесь все немножко по-другому обстоит. Если мы сюда вставим, тоже помещается. Можно, да, заменить в случае необходимости. Даже все это выглядит более-менее прилично. Но после того, как я вот пару дней поиспользовал обычные, не фирменные, фирменные отсюда просто вываливаться начали. Сейчас понятно, что не успела она распереть саму решетку. А так она начинает просто отсюда выпадать. То есть вы поворачиваете, и у вас оригинальный пэт вот этот просто вываливается. Если вы планируете использовать, конечно, постоянно не оригинальные, думаю, ничего страшного в этом нет. Но не показать я вам это не мог, потому что наверняка вопросы будут, как использовать, чтобы, возможно, кто-то хочет сэкономить. Хотя, не знаю, вот получается, давно не покупал вот эти, потому что у меня их целая гора в машине лежит. То есть как-то раз купил-то прямо очень много, и они до сих пор у меня никак не кончатся. Вот. Эти получаются 66 рублей примерно, а не 2000 упаковка стоит на 3 штук. Вот эти, не знаю, сами посмотрите, сколько стоят. Ну, просто умножайте стоимость на вот две пластинки, потому что здесь площадь в два раза больше. И уже сами решайте, нужна экономия, не нужна, потому что эти работают нормально. Я их проверил. Действительно нормально отгоняют комаров. Данные штуки не стоит воспринимать как полностью панацею от всех насекомых. Во-первых, они не помогут вам от клещей, поэтому от клещей обязательно используйте репеллент очень злой, обязательно одевайтесь правильно и осматривайте себя, чтобы не схватить клеща. Потому что эти штуки от клеща вам вряд ли помогут, хотя некоторые говорят, что клещи боятся ультразвука. Я этого проверить не могу, нужно найти где-то много клещей и пытаться их ультразвуком как-то отгонять. Здесь два диапазона, возможно это будет лучше, потому что я видел видео, что есть какие-то брелки якобы от клещей, от комаров ультразвуковые, которые не работают. У меня живых клещей, чтобы проверить, к счастью, нет. Расскажу свою точку зрения по использованию данных конкретно вещей фумигаторов. Понятно, что на большой территории, хоть здесь есть режим outdoor, он будет адекватно работать либо при полном штиле, чтобы репеллент не сдувало. Ну поймите правильно, то есть у вас здесь идет нагрев и испарение репеллента с пластины. Если у вас хотя бы небольшой есть ветер, он испаряется и он сразу куда-то вносит в бок, в сторону, куда дует ветер. Понятно, что комары с другой стороны к вам без проблем подлетят, и мошка, и как бы для них эта штука будет не очень эффективна, если есть ветер какой-то. Я бы все-таки использовал в сочетании с репеллентами с обычными, которые наносятся либо на одежду, либо на кожу. То есть это как дополнение, если вы находитесь на открытом воздухе. Если же вы находитесь в закрытом помещении, эта штука очень хорошо работает. Действительно, то есть включаешь, через 10-15 минут комаров нет. Я использую данные вещи для каких-то закрытых пространств, либо малопроветриваемых. Это шатры, это палатки, это тент над гамаком. СМР-10 без проблем справлялся именно по тентам гамака, хотя было довольно-таки ветрено. По тентам была целая гора комаров, на видео все это прекрасно видно. Специально встал около реки, в паспортную погоду, прям идеальные условия. Я боялся, что комаров не будет, но в итоге меня сожрали полностью, потому что я не мазался репеллентом специально, чтобы проверить вот именно эти устройства, протестировать. И пока они не работали, либо пока я что-то там переставлял, снимал, отходил, чтобы что-то поснять, меня грызли просто нещадно. Подходишь к гамаку, где у меня висел гамак, под тент, и как бы нормального, комаров нет. То есть вот эта штука под тентом работала нормально. Понятно, что если вы гуляете и идете, вас комары и так кусать вряд ли будут. И данную штуку нести на рюкзаке, включенной, я тоже смысла особо не вижу, если вы именно идете куда-то. Либо медленная прогулка, возможно, она справится с этим. То есть на полметра вокруг вас комаров не будет. Но вот если вы где-то сели в парке, на лавочку достали вот эту штуку, и у вас полный штиль, нет ветра, то да, вот эта штука может справиться и вот эта, то есть без проблем. Главное, чтобы у вас просто репеллент не сдувало. Я же использую подобные вещи, как я уже показывал, там такие, и вот такие раньше использовал. Сейчас вот эти. Именно для кемпинга, то есть это палатка, это шатер, чтобы не носить туда свечи, потому что бывает их там кто-нибудь заденет, что-то загорится, опрокинется. Туда ставить спиральки, которые дымят, тоже не очень хорошо этим дышать, потому что они пахнут. Они тоже могут что-то прожечь, испортить стол. Такой часто бывал. Наверняка многие видели, как испорчены столы, там прожженные какие-то вещи, палатки, тенты вот именно спиральками. Тоже вот такой у них минус есть. Эти включил и даже в большом шатре у вас через там минут 10-15 нет комаров. Либо какие-то беседки, либо автокемпинг. То есть в машине, в Соболе летом с плюс открытыми окнами, потому что летом жарко, очень сильно нагревается машина, и с плюс открытыми окон, чтобы хоть как-то проветривалось с открытым люком, и всегда использовал именно фумигаторы от USB. Обычно как делают? В шатре это всегда работает, чтобы там комфортно находиться, и там не было можек под потолком, они не кружились, и вас комары не кусали. Когда ложусь спать, ну, в машине, палатке, там, в гамаке, неважно, я прям за час до того, как ложиться спать, включаю фумигатор, и все комары вылетают из машины, все комары вылетают из палатки, закрываешь ее, и уже потом можно, на самом деле, ее выключить, если у вас закрыто, у вас есть москитки, то есть именно выгонять оттуда комаров, чтобы их не ловить, руками не хлопать, чтобы не давить их на тенте внутреннем, не оставляя кровавых следов, да, в этом, внутри палатки, такое тоже часто я видел, измазанные палатки, потому что начинают этих комаров гонять, давить. В автокемпинге я оставляю на всю ночь, потому что открыты окна, и туда тоже никто не залетает. И это безопаснее, чем газовые, безопаснее, чем какие-то ноунейм устройства, потому что все-таки нагревательный элемент, и не хотелось бы ночью каких-то неприятностей с перегревом, нагревом, и уж тем более возгоранием. Поэтому, коротко резюмируя, на природе в безветренную погоду штука рабочая, закрытое пространство малоповетренной палатки, беседки, шатры, не знаю, автокемпинг, кемперы, прицепы, штука 100% рабочая. А уже какую модель выбрать, решайте сами, вот это прям максимально компактное, можно положить в рюкзак и забыть, да, про нее, она ничего, 30 с лишним грамм весит. А вот это уже полноценный такой фумигатор, паэрбанк, защита от непрошенных гостей, потому что ультразвук реально отгоняет животных, я это проверял. Остарался рассказать максимально подробно, описал свой опыт, как я пользуюсь данными вещами, плюсы-минусы. Если у вас есть свои варианты защиты, обязательно пишите в комментариях, также не забывайте подписаться на телевизорный канал, сейчас здесь будет ссылочка. На этом все, всем спасибо, пока-пока.